Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране. Вот о чем нужно думать. Это первое. Второе, что касается освобождения. Мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. И я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой всех на всех стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. В чем заключаются эти детали? Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которые украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение о их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно. Теперь по поводу режиссеров и журналистов. Режиссеры и журналисты должны заниматься одни – журналистикой, а другие – производством спектаклей и фильмов. Теперь по поводу задержанных военнослужащих сотрудников военной разведки Украины. Никто их не пытал и не бил. А то, что они дают признательные показания, то это легко проверить, в том числе и представителям средств массовой информации, являются ли они кадровыми сотрудниками военной разведки или нет. Они дают полный расклад не только фамилии, имя, отчество, установочные данные, но и название своих частей, имена и фамилии командиров, подразделения, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки на территории Российской Федерации, в том числе и в Крыму. Они все выдают. Это целый комплекс данных. И одно подтверждает другое. Надо это все прекратить. И вот если такая политическая воля будет, то легче будет решать и другие вопросы. Теперь по поводу журналистов и кинорежиссеров. Ну, конечно, ни у кого нет желания держать там журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Мы отпустим сегодня режиссера, а завтра что? Должна отпустить и кадровых сотрудников разведки, которые готовились к террористическим актам. Чем они отличаются в данном случае друг от друга? Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие. Надо договориться, чтобы это было прекращено. И тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею.